всем привет всем привет с вами как обычно будем мы наконец и записываем новый обзор вот это будет обзор на как сказать чемпионат sdc который проходит ну и быть сим-карт они будут проходить по новой системе в общем здесь куча карт новых видимо оружие куча всего новых которые никто не видел вот и мы сейчас записываем обзор на первую карту из 21 ну с дц тишина вот и первая карта нас на стрейф первая карта это карта вот кого у нас там сейчас сам гляну кто у нас маркер вот соком я не знаю кто такой видимо какой-то новый старый просто и не отсюда браузер dc и кей 21 и кей раунд один как автор соком проходил с первого по восьмое из оружия пушки и короче рука и машина и как бы 14 метров карта к сожалению не знаю может кому-то к счастью страничков будет немножко другими такое как надо фвц мне кажется то что это хуже потому что демок очень много не буду показывать вот и все кто ниже двадцатого места вообще очков не получает поэтому по моему да вот такая ну если именно такая система ребят кто так сказать кто смотрит обзоры прям полностью вы скажите сколько демок обозревать потому что здесь демок много мы все сегодня посмотрим но в следующий раз если действительно только топ-20 получают очки может быть есть смысл топ-20 смотреть наверное я не знаю ну потому что это все равно очень много времени поэтому если что вы в комментариях напишите поставьте обязательно лайки колокольчик так ну давай сначала начнем мы начинаем вот в таком вот рассказать выемки которая каменной внизу у нас кирпичи если мы пойдем и телепортируемся и бокам у нас тоже кирпичи вся кирпичная такая как сказать с постройки если идти вперед да если идти вперед мы видим два это джампада который нас подкидывает на на одну и ту же высоту то есть 225 что с приседе 225 почти с прыжка 222 то есть они всегда на одну высоту подкидывает несмотря на то что есть вертикальная скорость или нет поэтому он на них не будет подкидывать выше если я подпрыгну перед ним в общем это просто джампадики дальше я так понимаю нам нужно бежать вот вот сюда за уголок здесь у нас ступеньки дерево которое хорошо что попрыгивается насквозь потому что иначе она бы иначе она бы очень мешала вот там тоже дерево стоит такое же да это симметрично все нарисовано вот дальше у у нас такие кусты причем кусты он как графоне сколько здесь кустов они были за нет нет не двигаются вот так у меня нормально запись идет идет вы должны нормально все дальше мы прыгаем либо вперед либо направо сейчас я вперед прыгну еще один джампад залезаем сюда в уголок здесь у нас слик ну как кататься можно вот и здесь я так понимаю соединяется то есть здесь три даже прохода либо с джампада можно сюда либо вон туда в тот проход сюда и дальше мы прыгаем 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 здесь вот такие вот курвы не знаю как их ну это для выку 3 скорее всего да скорее всего для выку 3 они как-то не значит что там сделаны дырочки но это ладно они потому что к этой стенке ведут и медленно получается дальше мы попадаем вниз по ступенькам по ступенькам здесь такой джампад дерево дерево кривоватое без листьев кстати добивался и джампад который нас кидает куда-то туда дальше у нас здесь еще три платформа очки вот здесь вот типа платформа сейчас начало продаю до финиша просто покажу как все потом буду нюанс рассказывать потому что здесь очень много заворот здесь симметрично но там если сейчас я с этой стороны зайду до финиша вот здесь типа финиш вот здесь вот если я вот включу триггеры вот здесь видно как триггер финиша отображается и то же самое с другой стороны то есть если со старта пойду налево сейчас кратенько попрыгаю на дорожку можно не надо было сразу горящий заворачивать а я сразу свои 5 копеек вставлю по поводу вот этих лесенок перед первым джампадом точнее перед вторым получается джампадом вот тут видно как будто бы маппер подумал про выку 3 да он поставил курву чтобы выкутришником было вдруг попроще но при этом том он везде вот эти лесенки понаставил чтобы выкутришником было не попроще так что лихать ну что все знают кто особенно выку 3 плюс-минус часто играют песенки это просто забей это просто от это как рампы допустим типа таких ставить выку 3 где надо просто спамить пк ну не очень но я на самом деле здесь внутри я когда проходил здесь проблем вот эта штука по проблем не доставала здесь буквально три прыжка и все нормально есть мы здесь еще ладно да но люди все лесенки мне кажется они это ну очень от спейсинга зависит чтобы их пролить больше меня вот это вот лесенка прям очень раздражало ну по крайней мере моей дорожки точнее в начале первые час наверное игры я так она меня ну не нравилось потому что при падении вниз нужно фрейма джамп на одной из лесенок сделать и это очень рандомно потом я вроде подобрал спейсинг о том чтобы не не прыгать на не делать фрейма джампа здесь то здесь ладно чуть-чуть позже дойду и хотя может не дорожку в уку 3 ладно чуть 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 позже расскажу сначала давайте теперь осудим все как сказать нюансы сипем прохождение первый нюанс это в том что здесь есть две дорожки первый это через жопат как я уже показывал налево направо и как обычно второй вариант это прохождение через лево то есть мы сделали дабл джамп дабл джамп и дальше заворачиваем налево то есть дабл джамп быстрее короче лучше и все выгодные из-за джим вязать дабл джамп короче дорожка все такое в уку 3 не знаю сразу его физики или по одной рассказывать надувай сразу обе на время сэконом хорошо мы к ног в физике в утре к сожалению вот этот прыжок прям очень тяжело но по крайней мере для меня я его не знаю один из 20 если не реже делал поэтому я потом забил на него и проходил через джамп от вот но физически если прыгать с трейфом там не знаю на на тренировать это прохождение то это быстрее будет то есть прыжок с в уку 3 допрыгивается до вот этого краешка отсюда делается с ким от этого уголка и запрыгивается сюда то есть без джамп ада это где-то на 06 быстрее но сложнее намного вот теперь физика дальше мы прыгаем прыгаем и здесь делаем дабл джамп вот об эту фигнюшку то есть и запрыгиваем наверх принципе проблем несколько слева если что с правой стороны по-другому к сожалению проходить и даже не знаю потому что если ты запрыгнул на на ту штуку без дабл джампа то дальше не получится нормально пройти то есть если приземлился куда-то вот сюда потом запрыгнул сюда то здесь высоты не хватает и приходится либо вообще налево вот сюда выруливать больших зигзаг делать чтобы сделать дабы джамп либо в общем мучиться по идее дабы джампа тоже уголка самое нормальное прохождение вот дальше так что у нас в себе физики я так понимаю не знаю можно ли запрыгнуть вот сюда сразу возможно и можно но ну самая первая дорожка которую мы использовали это просто дабл джампа за ворот направо или налево кому как привык то есть просто с дабл джамп цепляешь триггер залетая сюда стрейфишь дальше с поворотом здесь делается дабл джамп вот на этих ступеньках тоже очень непросто было проходить потому что спейсинг нужно было подбирать какой-то он здесь рандомный получался и в принципе дабл джамп прыжок или в этот уголок и кстати здесь вот в этом здесь тоже есть нюанс если у меня получалось пройти я делал дабл джамп вот здесь вот вот этой штучки либо от как-то вот отсюда вот сюда дабл джамп еще можно сделать в итоге мы летим каким-то вот таким вот образом и вроде думаете что вот классно здесь есть платформа на которой можно запрыгнуть вот сейчас быстро заверну и все будет хорошо а залетаем сюда падаем и проскакиваем сквозь платформу здесь нету платформу ложка ловушка джокера ребят не ведитесь я реально прыгал думала платформу круто вот это 2 тоже проскакивается не это нормально ну да это не долетишь ну а здесь просто кивишь насквозь в общем вот так вот матер хитро сделал как мы только не мучились как здесь можно пройти то есть мы пробовали вот например со скоростью с дабл джампа я пробовал вот здесь вот заворачиваться после вылета делать круг на 300 на 360 то есть вот сюда вот сюда вот так потом здесь пробовалась дабл джамп вот отсюда залететь туда наверх но к сожалению это прям вообще очень тяжело высоты не хватает то есть здесь я делаю дабл джамп залетаешь еле-еле может быть сюда залетишь но вот туда уже вообще никак то есть не хватает скорости высоты и всего здесь очень пологая такая фигнёшка рампа в итоге сверху нельзя снизу нельзя приходилось проходить по низу здесь не знаю пара скимов и вот это вот нехороший джампа он он очень на самом деле неудобный потому что он кидает только когда касаешься пола то есть если ты сделал дабл джамп то ты подпрыгнешь только когда приземлишься потом вниз или если ты запрыгнул сюда то здесь делаешь пол шашка и тут же подлетаешь то есть в идеале спейсинг нужно здесь выравнивать так чтобы ты как-то запрыгивал сразу вот сюда и сразу цеплялся за это джампад иначе если ты приземлился вот куда-то вот сюда то у тебя потом только после приземления или после джампада получалось не очень хорошая фигня джампада можно наверх учет даже не прогул нет нам их там клипа так как у нас там нет я посмотрю да здесь клип везде и потолок то есть вот в итоге здесь наверху если мы подлетаем вверх мы видим такую курву которая нас заворачивает и кидает сюда то есть для правильного прохождения нужно было прыгать у стенки я почти умер прыгать вот сюда около стенки и ей с помощью этого и на кнопку заворачивающейся фигня заворачивать и сохранять скорость то есть как то вот так вот так и сюда дальше залетать ну и дальше как бы вот так вот финиш после того как мы намучились этой дорожкой мы думали как еще можно сократить в итоге хотя и для среза чуть позже я просто думаю в кутре может быть рассказать или слезу если кто-то не знает можно и в дымках посмотреть но мы нам есть что да если есть там что прямо рассказать про эту срезу можно и рассказать короче среза спин и первая среза спин которую я хочу показать не точнее не первое ладно первое которое хоть что-то экономит так вот если помучиться вот вот с этой вот наклонной с которой я говорил то есть я долго мучился чуть здесь с этим можно сделать ухты можно оказывается между этих палочек упасть зря маккер низом не закликал их эти штуки вот так вот здесь если включить отображение клипов до клипов то мы видим то что на это я так сделал то чтобы они стеночками отображались более понятно то что вот между вот этими дырками нету клипов и в них можно залезть можно пролезть то есть если я вы вылезу сюда то я как бы упаду вниз сразу на джапад я пробовал почему бы подумал почему бы не попробовать использовать эту штуку и в результате оказалось что если вот как-то вот так вот лететь то можно пролететь вот в эту дырочку это сложная фигня но она делается как бы залетается и мы дым как наверное увидеть ах проскочил то есть у меня почти получилось и короче очень рандомные не хорошая штука которая экономит нам не знаю две секунды или три секунды то есть джампада мы залетаем вот сюда вот в эту дырочку либо в этом либо вот в эту и как бы экономим весь обход он там вокруг по джампаду дальше прыжок 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 и на финиш вот и что могу сказать после еще какого-то времени исследование карты то есть были попытки например 10 на слике как-то попытаться завязать то есть аслика запрыгнуть куда-нибудь вот сюда там не знаю запрыгнуть вот на вот эту штуку вот сюда отсюда как-нибудь подпрыгать то есть вот он вроде бы финиш недалеко как будто залезть нами была обнаружена еще одна среза которая поменяла способ прохождения карты и она не простая для использования было то есть как она вообще выглядит сейчас как бы так рассказать суть в чем в том что вот этот джампад кидает нас очень высоко он по идее нас должен кидать и мы вот об эту курву должны с большой скоростью вылетать сюда однако если мы пытаемся с этого джампада завернуть вот сюда можно попытаться очень хитро долететь аж вот до финиша то есть если набрать побольше скорости и завернуть и прыгнуть на вот эту штуку попробую вырулить хоть как-нибудь как-нибудь сюда вот сюда по высоты нам хватает вот то есть высоты точно хватает не хватает только расстояние еще суть в том что этот джампад нам не обновляет горизонтальной скорости то есть вот эта штука наверное из-за того что не обновляет горизонтальной скорости и привела к проблемам к этой срезе то есть если бы этот джампад нам всегда делал ноль юнитов по горизонтали то среза бы не испорнили за не узалась в результате что получилось то что в cpm физики просто достаточно разогнаться ну не так чтобы просто нужно разогнаться очень хорошо с имеющейся скоростью вот сюда залететь здесь проскочить вот в эти дырочки чтобы сохранить скорость так вот и вот сюда нужно было очень хорошо стрейфить и залетать вот сюда вот этот краешек он к сожалению не заклиплен не клипом ну не закрыт и здесь вот можно было через дырочку пролезть и финишировать ну вот в принципе как выглядит теперь среза и себе дорожка то есть поворот джампад на обратную сторону то есть зигзаг дабл джамп джампад очень хитрый из ворота из вороты чтобы там не зацепиться ни за что джампад и финиш принципе все вокруг 3 таких срез не нашлось прям больших в физике вокруг 3 приходилось как бы запрыгивать здесь прыгать здесь здесь и здесь было ну по крайней мере у меня два варианта прохождения либо прыгал на на лесенку сюда сюда потом вот после прыжка здесь я перепрыгивал вот это все лестнице сюда можно было удариться в стенку либо сделать формат джамп на вот этой лесенке и потом прыгать на вот эти вот наклонные эх голос уже садится я давно так много не разговаривал вот ну и дальше стрейф стрейф два ски два скима и залез второй вариант это было ну по крайней мере я у меня получилось дорожку выстроить хоть какую-то я прыгал приходилось тормозить прям очень сильно то есть прыжок прыжок вот сюда очень хорошо скорость регулировать после чего прыгать прям еле-еле цепляться сюда и отсюда с прыжка запрыгивается сразу на вот эти вот на рампочке по идее ради побыстрее и лучше дальше как обычно с ким и запрыгивается сюда у нас рампа кидает мы делаем фрейма jump 3 крышка здесь очень неудобный разворот потому что мы бьемся в стенку и после стенки пытаемся скорость набрать с помощью кнопки вы или там так как не включить нет дфчс ну и другим нашел кнопочку а то я прыгаю не видно клика здесь как я говорю проходилось либо кнопкой в но это физика себе на в укутре кнопкой вы набираем скорость и потом стрейфить по вот этим по зонам после чего полезать сюда вот то есть в укутре и больших средств нет и и получше играется практически все еще рассказать вроде бы все не знаю мы макеру как камни в огород не кидаем сегодня макер конечно молодец карта хорошая он даже выпустил фикс версию наверное не после данных сейчас сразу давай покажем в чем отличается фикс версия говорит нам в первую очередь о том что просто тирай фикс мнение не нижней нам фикс версия говорит в первую очередь о том что это среза была не запланирована но самое интересное что меня позабавило это среза все еще реально с фиксом но она стала просто более сложной если посмотреть на фикшен версию мы видим то что во первых маппер постарался где где здесь здесь не трогалось ничего сейчас лечу во первых вот здесь вот в том месте где показывал дырки были вот здесь это он закрыл наконец-то клипом то есть здесь теперь в дырочку не пролезть с джампада но финиш он по бокам не закрыт клипом он здесь все столбики закрыл то есть на них нельзя прыгнуть однако вот здесь вот вот это вот дырочка он так и не закрыл то есть я предполагаю но и будет наверно тоже так думает что с этого джампада все еще можно постараться залететь вот эту дырочку да можно то есть можно даже с товаром челлендж устроить пусть фикс версию также пройдет то есть мы проверяли этот джамп потом также сохраняет скорость он он не уменьшился по высоте и все так же если завернуть то есть как нибудь можно в общем вырулить попытаться так вот стрейфом туда залететь можно да вот наши у тебя типа 600 псов и ты почти то почти как бы долетаешь еще 200 упсов и ты гарантированно там а примерно джампада ты там 650 рейда даже под 700 вылетаешь насколько я помню и там до 800 добрать это расплю ну короче любому когда кстати фикс версия вышла подать ему очень дача смысл звал да конечно в день конца получать вчера вышла фикс версия спала есть он еще до того как дамки увидел он уже до фикс версии или после его тут время не пишет конечно но я так понимаю что он просто увидел дамки наверно посмотрел и такой брюк надо сделать фикс но обычно вот я не знаю это может менталитет югей такой да как бы но если у тебя это competition какой-то который сейчас идет выпускать какие-то фиксы ну не знаю это как-то не очень приятно в дальнейшем смотреть и непонятно вообще в чем фикс потом ну годик пройдет вообще не будет понятно в чем разница по идее и я просто к тому что ну есть среза и есть но все но оставь я тогда ладно ну так получилось и зачем выпускать фикс но это же не какая-то дырка в карте который на эксплойт прямо ну короче нет но это же реально почти большой эксплойт как бы с одной стороны вроде молодец фикс версия хорошо демки должны быть нормальные но он поторопился с этой версии и оказалось то что она не закрывает основную дырку если бы закрывал проблемы не было да фикс там и были бы другие ну ладно ладно хватит вот этого ну я еще момент скажу для будущих мапперов возможно если они если кто-то мапит и хочет делать карты вот у вас финиш по центру карты вверху и у вас есть джампады и у вас всякие приспособы которые позволяют вам забраться на эту высоту ребята просто заклипайте финиш вокруг и все если у вас дизайн там с дырочками киневитая просто клипаете финиш в любом случае чтобы даже если вы нашли всю мапу нужно до потолка клипом закрывать да вообще все дырки закрывайте если вы хотите чтобы люди проходили именно роутом который вы сделали просто все закрываете клипами и не паритесь да может и можно там долететь и так далее там клипы и все ничего не поделаешь и не надо выпускать не фиксы и ничего такого из ступенек для выку 3 тоже не надо что еще хотелось бы заметить про фикс версии то что у нее изменился почему-то свет и она теперь стала более темной чем оригинальная не знаю настройки какие-то другие ну кстати да непонятно так давай обратно карту без фикса хотя зачем вроде все показали у меня нет еще по одной скачивать а ты скачал нет печаль hd я сделаю наверное кнопочку я их отвалидирую сейчас быстренько как если вспомню как зайти туда так пока пока будет думает нам что-нибудь по обозревать не знаю показать вроде по карте полетали можно включить небо какое небо красивое посмотрите какое классное солнышко это солнышко видимо солнышко ну текстура прям офигенная так сейчас я вниз залечу ой 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 как все ломается когда я захожу в этот в стену в общем небо офигенная какая-то не знаю где они вы взяли облака свой бокс красивый красивый классно дерево неплохое хорошо то что она кстати пролетается насквозь иначе мы вы здесь намучились со всякими там этими сцеплениями за веточки каждая веточка это могла быть боль если бы дерево не цеплялась точнее на про цеплялась вот я думаете короче у нас потом видимо какая-то беда и ни у кого нету админки теперь но раньше была кнопочка админка типа и можно было там провалидировать чтобы появилась кнопочка скачать все но теперь ни у кого нету доступа нос файл поэтому тебе проще самому наверно скачать давайте я тогда покажу хотя бы крат чтобы люди не смотрели на сейчас браузер вот мы видим таймы ну не очень хорошо показывать таймы но раз уже все есть буду кликать по всему вот этому сюда 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 на каждую дамочку а потом мы будем решать уже какие дамки смотреть возможно не все мы смотреть потому что так как дамы дофига что не знаю какие вот пропускать вот так тоже это не по как решить какую ты дамку не будешь смотреть вдруг человек отсылал и такой ну все я хочу попасть на обзор а его дамку пропускает не знаю как решить так остановился на 312 40 место сколько сколько пятьдесят шесть мест вау но я сказал ну как в начале что давайте ребят будет отсоединился это только узи нет это видимо дискорд вообще мне отвалился но все вроде пишется интернет у меня есть если открыть google то google грузится это видимо чисто дискорд отвалился я остановился на загрузки на 21 912 я буду дальше пока попытаюсь потыкать потыкать сожалею за такую штуку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 возможно я попробую перезапустить дискорд сейчас подсек дискорд к сожалению он 1 1 1 ура я появился у меня дискорд что-то вообще отвалился я пришли перезаходить а ну все нормально до запись 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 еще идет ничего не останавливалась все хорошо все демки я вроде бы скачал сейчас я их быстренько закинуть папку дэнас какой-нибудь церкви 21 папе экран самого мне покажу тогда сейчас экран 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 такой бэске меня браузер все еще транслируется все нормально сори народ так за все демки залились за пыли по опытности уже все рефлексы старые я включу пока skybox наверно чтобы людям было но какой красивый skybox как выиграть и смотрите какой солнышко ребята смотрите а какие облачка вот это я попробую сейчас быстренько провалидировать все эти демки сейчас надо много кликать а я что-то не привык хочу там я хочу дамы клинером точнее этой пройтись по всем дамкам и неймом и так процесс 80 на дымка всего получается ну скажу так 25 до 56 до 81 все правильно я дымки переименовал правильно проблем с у аренда проблема 37 056 его к 3 у него коммакс fps 60 это вроде настройка которая вроде бы не сильно влияет но по правилам если открыть так народ где браузер если мы откроем где здесь здесь правило правило сверху правило полное правило здесь здесь должен быть конфиг конфиг так правило оффлайн турниров конфиг с настройками для игры в оффлайне ты его скачиваешь не вершин нет наверное экран показать народу давайте экран короче вот мы я скачал здесь конфиг если его открыть то мы видим с это коммакс fps 125 однако если я открою демку вот этого арнта и посмотрю то мы увидим то что у него 125 коммакс fps 60 вот к сожалению не знаю насколько валидная на невалидное но на будущее надо смотреть такие штуки вот остальное вроде бы все хорошо так ладно обратно в игру почему что это вырезать все может что не хочешь вырезать потратим это все так короче дима создаться окей надо будет мне настройку еще сделать чтобы сохранялись страны итак начнем с низа это понимаю в кутри демок много с какой дамки начнем понесла ну вы кудри давай все пока смотри finder чебоксары чувашия тире rr что-то не знаю play finder так сказать так у него 40 секунд я предполагаю что он наверное где-то упал в куда-то а он не нашел дорожку справа я не знаю она вроде легко прыгнуть там один фрейм и джамп и легко проходится вот он тоже по со ступеньками помучился допрыгнул с курс этой знаю каждый раз говорю курва вспоминаю про польшу и и все такое и смешно да ну типа кёрф но как но напишется кюркюр ве типа ну курва в простонародье ладу 6 лав латвия play 38 на 8 секунд быстрее чем прошлое прохождение ну и стул вроде хорошо прыгал насколько я помню он тоже вперед через передний джампад вокруг вообще пробивался это рампа не упал мог бы сэкономить там полсеки секунд здесь принципе нормально получилось вы здесь он мне кажется больше всего сэкономил то что на джампаде один раз подпрыгнул они два как предыдущий катанде ну бывает а тоже забавное решение так полу из австралии на 800 быстрее у нас часа на полтора получается видит обзор даже может больше ну там и джаваки если не хотите с это смотреть скучную части могли просто помотать если че не проблема кликнуть вдруг кто-то думает что он пропустит что-то важное его и хорошее хорошее уже не почти до жалко не попал на рампу долго пешком шел и финиш так следующий драконикс 37 5 можно было лучше пройти чтобы не постарался александр сергеевич ну что такое хорошее прохождение не за где он потерял получилось здесь ну вот здесь наверно и потерял здесь не окажется на волстры фанобычном трех импрочем было разгоняться и здесь выцепился на финише валенка и капец сегодня удачка и начинается видимо дымки через право или лево то есть без второго чемпада он пешком все равно много ходил и могу сказать насколько это лучше но все равно немного хождение пешком получается здесь пешком ходил и финиш 7 и 5 так следующий аренд раша я думаю что если р маленькая тогда агент получается но это в твоем шрифте не совсем г ну бывают шрифты где маленькая рну вспомнит и любую этот маленькая вот агент получается коммакс фпс но я спросил я написал сразу отрепортировал так сказать что у аренд коммакс фпс 60 очень интересный случай не видел ни разу до этого радио в общем у аренд он прыгал на дальний джампад поэтому у него такой медленно тайм если бы он просто дорожку степенную попробовал долго быстрее кажется ну тут еще кстати все карта она такая про фрейма джампы особенно старт если проходить через джампад тоже через верх проходил кстати потерял много поэтому тут собственно доминирование именно у опытных выпадыш ником будет который очень хорошо контролирует скорость и делают хорошие качественные фрейма джампы а так целом ну дымки неплохие не знаю в общем то нету никаких косяков ничего такого так пашка давай пашка из пб точно такой же таймфрейм по фрейме молодец по бодрее опять тоже через дальний джампад почему они все через дальний вроде легко запрыгнуть на боковой больше стеки экономится потому что вот не нашли так но очень хорошо на пат упал здесь завернуть единственное к стенке прижался потерял немного три прыжка технически здесь конце можно с двух прыжков но это нужно прямо очень постараться хорошо стены отскочить я думаю мы там увидим верхних дымках благодаря нормальное прохождение финиша за два прыжка но не знаю я тоже за три проходил потому что там тяжелый поворот о здесь видишь сразу с джампатас завернул в дальнюю дырку кстати я даже не думал так пробовать здесь можно было сильнее пытаться завернуть но здесь благодаря тому что он не прыгал на дальний джампаттон сэкономил много скорости иммортал 13 вот просто делаете циркл запрыгиваете сразу куда нужно вроде бы вроде просто здесь у него много циркл джампов можно было как-то скорость более лучше сохранять и здесь кстати отлично там завернуть рядом мне кажется зря этим потерял много скорости лучше бы развернулся мышкой happy а вообще мне кажется можно не даже не кнопкой вперед а боковым стрейфом выруливать когда же траектория получше будет скорость также набирать в смысле траектория вокруг 3 там любая кнопка это одно и тоже нужно кнопкой назад единственно в зону не попал поэтому так все получилось не видел куда стрейпить этот happy попал у него кстати красный желтый ник да это твой фонарь на 3 прыжка стенка 3 прыжка снизу и финиш финиш очень хорошо прошел ну именно вот финальную часть после джампадов очень много скорости полома с калининград под пожог здесь прыжок в принципе все также приблизительно как я делал циркла заворачивается налево здесь лишний прыжок сделал и в остальном а и здесь не попал на рамку к сожалению с 1 2 здесь зацепился за стенку потерял скорость три почти четыре прыжка скорость еще плохо под финиш в общем в концовке он много потерял а так принципе неплохо пиву прошу лицы 4 и 4 ты кстати сможешь в обзоре потом добавить тайминги на начало обзора демок до чтобы чтобы люди могли просто кликнуть и это так заворот неплохо здесь не получится 300 400 он пешком на выходил ну неплохо пройдено на час п.с. на секунду быстрее плюс 100 между прочим в дальнюю залить а интересно будет ли кто-нибудь в топе они попал нифига он быстрее чем я круто единственное по моему финиша заходит так вот ивана дмитриевич это перебить бы да а так все хорошо начиналось плюс 300 почти тофу тофу и веса да тоже jump pad два прыжка круто плюс здесь налево сразу зацепился немножко за стенку здесь нужно было по-другому немножко строить и здесь отлично попал на рампу и здесь хорошо завернул и финиш минус 3 финиш даже но 300 быстрее я там очень плохо завернул так дальше моя демка я наверно не знаю на свои демки я могу показать где можно быстрее насколько это нормально было ну конечно это что я дам как тебе виднее где в твои демки можно быстрее это как я предполагаю то есть время джампа здесь все хорошо здесь я вас прыжков пропрыгивал сразу туда вниз получилось заскими две штуки завернул в принципе неплохо и вот здесь не очень хорошо вырулил три прыжка здесь тоже строк пышков он быстро быстро вроде быстро да сейчас да да еще раз быстренько царе что 2 пускаем во первых сразу если бог прыгать экономится как я уже говорил 06 или там почти секунды во вторых что еще здесь вроде бы я быстро прошел вроде бы правильно по всем этим пропрыгал но не знаю как здесь быстрее сделать здесь принципе все хорошо если здесь после джампа доделал больше скорости где-то это сложное место здесь очень тяжело скорость набирать нужно в правильную зону как-то попасть и потом не знаю или волстрейфом здесь можно еще и проживку экономить то есть 0 сколько там на 5 06 то есть получается у нас там 31 2 и 6 секунды я не знаю где они это все там берутся будем смотреть эффект play блин эффект перебивает enter уже тут я понимаю уровень тоже через сверху погодил вот он он с краешка спрыгивал он поэтому и тоже зацепился за стеночку хорошо тоже завернул но здесь зато два прыжка не три у меня внутри было хотя я не помню ладно rain fire 34 всего 0 2 меньше да почти так же как-то где-то 0 4 все то же самое только до 43 мой здесь кого-то медленно поводу 3 он концовку хорошо влетел на 160 чуть быстрее но вот он от стенки плохо скорость набрал набирал в остальном все очень хорошо не было тридцать один девять наверное начало сделает до начала сделала и вот плюс сколько здесь плюс 08 наш плюс секунду почти капец но здесь он в стенку мне кажется но потерял там конечно еще быстро три прыжка из циркла ну с циркла видимо еще делали потому что у тебя спейсинг прямо под рамку папа очень неждобная спейсинг технически можно без циркла если хорошо застроить и скорее всего дым как мы увидим как чуть люди без циркла делает крест 31 8 тоже скорее всего сосредоточили мне кажется все что дальше быстрее сосредоточили начали а очень мне кажется далеко он прыгнул мог сэкономить а это у него нету и он в принципе чикпоинт еще не пересекал не 24 как бы просекал интересно дождь и дальше взгляну кайрос может он записывал на это у нас демка за сколько сколько там укажется было 31 и 8 31 8 да все правильно клиент time performance 97 честно я не могу сказать почему не так что-то у него с чекпоинтами сломано хостный твой лодзон какой-то в общем не могу сказать почему но демок не было видно ладно следующее poison 317 ух ты он проходил через без среза в начале нифига где он сэкономил за два прыжка здесь плюс 600 у него еще финиш наверняка офигенно сделал да и здесь без ground frame 1 2 3 1 прыжок меньше сделал нифига он на рамке на подъеме два прыжка вместо трех сделал и у него спейсинг поменялся на полпушка круто неплохо проки хорошо москву какой интересные звуки а я не слышу тебе хоть интересно смотреться звуки есть сейчас я долго забей я посмотрю хоть кто это 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 супер соник супер соник супер соника не просто соник я смотрю вы разбираетесь круто пройдено здесь у него раз тоже с двух прыжков сэкономил здесь притормозить немножко пришлось неплохо кет 38 на секунду быстрее чем таки по срезы в начале то есть 08 через дальний проходил ухты как он офигенно за он в конце делал два прыжка и чуть по-другому начал строить опять спейсинку не поменялся и он он от стенки хорошо выстрелил мне даже интересно куда он там здесь вот как у него так получилось подпрыгнул потом он 300 имеет скорость и цирку как-то заворачивает правильно в зону и в эту в красную зону попал в общем хороший стрейк молодец но он еще прямо в стену впилился с джемпада то есть он постарался я так понял держать траекторию прямо чтобы его никуда не чтобы у него скорость сразу максимально быстро до 0 сбросилась от врезания в стену из-за чего он сможет раньше начать набирать скорость на поворот ну короче в этом есть но сейчас посмотрим другие кет на шарик я все каши издание окажется можно было здесь еще сохранить вот видишь они плюс-минус все врезаются как у них остается скорость какая-то и получается еще этот момент он такой что тебя дальше в сторону прокидывает и тебе сложнее завернуть он решил просто до нуля сбросить и завернуть как ему надо но дельта франш топ топ-1 поздравляем дельта посмотрим на дельта хорош держит планку так мне интересно а это кто у нас утка 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 дональд получается ли день какой-то ух ты он вниз сразу здесь наверх сразу через дальние здесь мне кажется прыжок можно было сэкономить ну выглядит круто там нужно быстрее здесь он как круто пол прыжка засеял еще 24 круто видишь быстрый конечно я просто покажу чуть-чуть что я предполагаю так сейчас я рубрика эксперименты меня это на самом деле интересно как можно было бы пробовать вот он запрыгивать сюда вот отсюда если сделать циркл 1 2 но как бы физики в ку-3 вот он запрыгнул сюда отсюда делается циркл 1 ну давай давай ты не объясняй ты сделай пока не так ты просто вот как я короче так вот пушками с мучениями получается 1 2 3 то есть я сразу прыгаю на уголок на ступеньку на этот уголок и потом отсюда прыгаю туда вниз так а у него сколько так но на один прыжок больше получается давно про больше сделал лишний прыжок а потом раз а нет кстати он циркл запрыгивал туда же это где-то пол прыжка экономится если он прыгал вот сюда и потом наверх я прыгал вот на этот уголок и сюда с наверх но он здесь как бы на циркле потерял немножко время и вот здесь от на цирке потерял время этот прыжок этот circle который сделал это скорее такой типа саппорт прыжок который просто дает лучше спейсинг и все и больше ничего не делают понятно что время чуть потерял но зато видимо стабильный спейсинг и будет устраивал в целом ну короче мне показалось то что он потерял какое-то время и да действительно он потерял чуть-чуть но все равно ты машин или уволняем да хорош даже не как не 29 ну ничего страшного в следующем году может быть подрастет теперь дымок дофига кстати себе дымок у нас много я уже забыл сколько там фига и выделяюсь на 56 я я не знаю предлагаю через один хотя бы просматривать а то мы так долго будем это все смотреть ну давай давай так через 12 сколько будет 25 дырок ну условно 28 но дайте дойду до добиваться дальше по одной буду смотреть ну думаю ладно 120 по 1 до то 20 минус ну или не знаю ну не давай короче ладно гост раша я бы приходил это вести нет я имею ввиду то что нас смотрят основном русскоязычное население русские банки предпочтительные чем чем я могу сказать кто смотрит обзоры из англоговорящих и мы можем просто пропустить тех кто не смотрит вот гост например не смотрит зачем его смотреть дымку последних отправил на последние потому и смотрю вот он зафейлил за это он последний зачем он отправил это участвовать я не против дымка есть все хорошо я это всегда как дизреспект учитываю когда люди могут лучше но это смайл раша плей давай вообще всех русскоговорящих пока наверно а тех кто не смотрит на их пропустим еще так сделают проходящий джампад все пьем через джампад слик еще попытался завязать смайл ну цпм явно попроще играется кстати да немножко непривычно смотреть после топ-1 демки вы куда-либо себе прохождение молодец прошел старайся лучше жалко не нашел срезу с 1 джампада но надо было точнее со 2 но было бы намного быстрее finder чебоксары чуваши русский ну наверное если вы по-русски это в деревнях может свое наречие пойдет напал так че чебоксар напиши в комментариях на ком языке у вас общаются будем просвещаться да если смотришь напишите или у либо те кто знает напишите ребята чистенько быстренько не знаю нормально тут еще карта такая тут как бы нет таких как будто моментов где прям можно сильно зафейлиться ну понятно нужно упасть тут и там но таких прямо как на комбо-картах например нюансов такого нету поэтому даже не стоит радио калару джампа на старте через меня по моему 22 до секунды что ли было это я полная дорожка проходил без всех срез но имеется ввиду без двух основных 19 секунд или около 19 это если со срезой через около финиша и как вы видите 11 если с полной срезой так вот этих двух и наверно пропущу серги куз беларусь play 26 и 8 вводим санкции короче не смотришь обзор все значит и под санкции а спорт россии имеется до свидания не на конечно если на кого-то пропустили там напишите коменты запомним показать ну да ну и да если что без забит ребят дымок очень много сидеть весь день не очень хочется смотреть еще и без звук ну и тебя хорошо конечно я смотрю какая хардкор раша от 6 и 5 на 300 быстрее это настройки дискорда так и даже с подпиской монитора не включается у них такая штука чтобы чуваки не могли стримить фильмы и такой приватный контент только поэтому звук из игр нет куда он чуть мимо не проскочил мимо финиша до пару лишних движений сделал на чем потерял много времени кстати преды пред беларусь на 400 быстрее по череду большом лишний прыжок сделал можно было сыграть очень большой заворот делал по внешнему кругу поиска конкурс из питера как заворот и весь заворот вырезался в стенку принципе может быть нормально но потерял много скорости и финиш 26 1 5 фигня с чекпоинтами так это ктруф ктруф хорошо ктруф ктруф в свой 25 дней 3 так сейчас кто это у нас а это как как я не знаю я из саус парка как его за я забыл как его звать этот как ну я не помню а пишем ребят в комментарии кто значит на ктруфе пишу реально забыл я смотрел кучу соус парка я забыл как это точно не тянет еще не не карта как не знаю я смотрел пару раз мистер хаус или как его там так давайте пишем комментарии значит обязательно задумать подожди 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 я же могу как это называется это каскин посмотреть ну модель пишешь но он твою модель скрещу расскажешь в общем прохождение мне кажется здесь потерял слишком плохо стену появился здесь заворот неплохой был дабл джамп прыжок здесь скорость потерянный финиш всю дымку вместо которых модельку так следующий кто у нас пропущу не 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 хайз это свой это там и мадара это не выйдет тоже давай учиться это типа как соски учиха надо наруто бой так сказать лишний прыжок сделал возможно а это мой не с чекпоинтами кстати нормально потому что я же сразу на финиш заворачивал или там что вообще их не было видно и финиш 25 0 почему плюс 1 и 3 у него вначале или там эта фигня с чекпоинтами начало нормальная уже чекпоинт и разные ты где-то как-то я не знаю ну вот раз чекпоинт да вот именно с 0 до это все нормально а дальше у меня по пойму сразу на адекте же со среза играл правильно да я просто да у него как эти все чекпоинт пропускаешь он через здесь нормально или все в порядке тогда кто там хэй следующий до твой до дабыл джамп джамп лишний прыжок вначале нужно было так меньше сделать но это такой геморрой кстати я скажу вам я намучился срезой получилось сэкономить здесь он стенка врезался потерял ногу и здесь в рамку врезался 24 секунды дали неплохо было наверно не коробки пропустим снайпер где он снайпер украина play акта андет снайпер между прочим новобранец и мертвых 23 ну да здесь он минус прям очень тяжело делается дабыл джамп прыжок не попал на рампу жанна обидно 730 я думал мимо джамп заворот и впилился облаки конечно на финише могло быть стрелять больше секунды потерял так спиннинг об спиннинг об смесь спиннинга и копы или или что это ну спиннинг это что это для рыбалка окоп это что в конце почему-то не стал стрейфить вообще он кнопками адс трейфил и очень зря нужно обычный стрейф в кутришный тот же тоже использовать и по зонам он могу сколько много потерял так южная джорджа не буду показывать мнение подожди в джек а это рэйвен рэйвен не смотрит рэйвен 2 равен у нас сиры и ван независимые крэйвен это не знаю это и кей и кейп это санкции у нас 25 так 35 так это так файл ты не помнишь его 35 это take five я его знаю ты его знаешь что так между прочим очень очень хороший стрейк попал на рампу тысяча сто почти выбила сильнее заворачиваюсь почти по стенке прошел еле-еле запрыгнул и ниш тоже конечно онлоки так наявил беларусь play джамп заворот через вторую добыл джамп прыжок на рамп падет попал молодец а заворот джамп от сильнее налево надо было брать можно было сэкономить заворот на 650 добыл джамп здесь папашка специально приторможить пришлось чтобы не в пилицев в рампу молодец неплохо пройдено старайся лучше так германия пропущена космонавт 23 день и чиной нансин не нити над семьей свой да это свой на это свои ребятки пока 200 пол прыжка как-то он и славно сэкономил здесь большой круг взял можно было мне кажется меньше попал на рампу вот но он нормально с пушка обострел 500 конечно стенка зацепился плохо вроде нормально пройдено 24 0 сейчас 24 00 мы посмотрели до его до пасмана только что сейчас я буквально гляну свою демку сколько у меня было а я не не буду показывать этого увидит мой тайм не я хотел показать тайм за 22 у меня был в на этой карте я просто могу спалить свой тайм на новой карте ладно а я понял так космонавт 23 9 play нормально по прыжкам хорошо он дабл джамп получился здесь тоже отличный цепился за ворот ближе надо было заворачивать и здесь 500 стенку воркнулся в конце очень много потерял на секунду минимум наверно надо с джампада было сильнее налево брать снова в его дорожки короче короче дорожку делать короче короче ну да так геймрок белорус 23 7 дабл джамп себе вообще дабл джамп и легкий почему все через джампад проходили а вот не знаю я вот на этой карте поиграл там минут пять я этот джампад а этот дабл джамп сразу не увидел я потом его увидел поэтому может ребята просто как-то не нашли но он он такой типа он как будто бы очевидный как бы но в то же время если ты недостаточно наблюдателен и карту не очень хорошо изучил то он как бы и не очевидный его нету так ascent x раша воронеж посмотрим джамп джамп заворот на полтора пышка больше вторую дырку неплохо здесь принципе нормально рамка отлично как он здесь будет заворачивать здесь тоже хорошо застройка 800 700 600 тоже неплохой заворот финиш 23 6 неплохое прохождение просто финиш получше и быстрее получилось чем вот космонавт или гейм-рока так зипер хороша уже центром горда пишат старенькие вы уже для обзора джамп число отлично получилось урок далеко взлетел здесь до божан здесь вот два прыжка а ты помнишь типера enter где-то в онлайне очень плохо помню а мы виделись все ты помнишь на день рождения когда я приезжал года два или три года четыре года зиппер это дед который все кричал тебе ради чего ты не помню его вишне ну ладно так альфа будем смотреть или он вниз под санкциями альфа давай хэппи хэппи на прыжок больше сделал там но там на самом деле минус один прыжок очень тяжело сделать но я научился пока научился здесь очень шаг пошел можно по прыжка прожег сэкономить зато здесь 300 до очень хорошо повернул здесь финиш 23 2 паул австралии 22 6 у меня по 22 и 66 тоже было как как также какую зерга ладно посмотрим но я тоже минус прыг не делал вначале в личное прохождение здесь дабл джамп и здесь прыжок утра 1 1 1 не так как дорожка была здесь тоже два прыжка запрыгивается на джампад заворот 630 жёк жёк и финиш у меня приблизительно 11 было если чё вы злир быстро единственное что эти всякие вот эти на финише особенно дабл джамп и их надо как-то подрегулировать чтобы у тебя дабл джамп первый был хороший и на финиш потом спейсинг хороший был ну что я так смотрю кто делает хороший дабл джамп перед финишем тот прямо в рампу втыкается финишную и на этом теряет а кто как попало проходит первую рампу там же нет а ты про рампу да там очень рандомно ты втыкаешься в рампу после этого джампада и от этого идет рандомный дальше прыжок какой-то очень непонятно короче читать через дальние проходим глина можно ли тут прямо я думал он как попробуйте сделать среза возможно там там если очень напрячься то можно я делал экономию понял два качкаю говорю до задача я даже покажу наверное про что ты у зерга прямо очень хорошо видно вот это именно возможность почему-то он так еще хорошо повернул да и прямо налево налево но но там реально нужно очень извращаться и на второй прыжок у меня постоянно получалось не дабл джампом а просто запрыгиванием вроде можно и вот здесь кажется что он летит прямо на этот краешек сейчас прыгнет и дальше прыгнет а он пролетает минут потому что прыжок не не пригодится ладно к сожалению увы ях так кто у нас дальше топ где тофу тофу это у нас еще куча дэмок сверху тофу наверно пропустим кипиш 22 и 4 плотный тайм и тайм идут дабл джамп дабл джамп 1 3 прыжка то есть на прыжок медленнее чем здесь 1 2 3 прыжка здесь здесь очень широко брал можно было мне кажется получше волстры прыжок и здесь хорошо приземлился бой финиш вообще отлично получился кипиш красавчик не зря в кресике в доту играешь до кипиш я все вижу падла так не было под санкциями не было давай я просто сомневаюсь то что не было нас смотрит как я тоже сейчас я очень сомневаюсь что любой англоговорящий тем более американец но смотри но я знаю некоторые европейцы смотрят но если если вы смотрите мы вас пропустили напишите скажите майкл бы не пропускать больше особенно среза среза за хорош время потерял пофиг просто напрямую есть получилось в веке вперед пофигу в общем дальше наверное до 18 секунд вот это все со срезы будет скорее всего ну да ну возможно кто-то из пройдет быстро на посмотрим сетях это 20 до сетях это был сенат или или нет кто это был как-то было сгнацией ризунас до сети хабиб румания или пропустите не 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 давай сети пососите свой не было не вступал в тх под санкции стало минус прыжок отлично он мне кажется полная дорожка проходил я посмотрю а у него доступ есть интересно по моему писали в чатике не знаю в общем он полная дорожка проходил окей так у кошаков play джамп прыжок здесь плюс один прыжок джамп заворот неплохо раз два три прыжка на краешек здесь как он заводят вот отличный поворот здесь заворот тоже отлично офигительно скорости но и вот как раз хороший спейсинг получается молодец офигенно проведено хорошо да очень хорошо про immortal 13 минус прыжок на старте с заворотом джамп без ранта но это мне кажется небольшая разница ну это рампы на спейсинга очень зависит стенка врезался из-за этого него на джампаде дальше улетел и спейсинг получился как раз ну не знаю полно полинец более попали не усто сейчас пока центром делаем обзоры новых ников на рождя на рождаем как раз старый уже не актуальны кто там был на полпрыжка больше кумбыч сначала нормально ой а вот он за среза с этой вперед 29 блин а чё получается разница то не такая уж и большая как нет она реально секунды две если бы он полная дорожка проходила не оба двадцать две где-то было так нормально стрим идет до должна должна найти хорошо так торнил убой дурнер из напишу тот лишь все посмотрим он проходил джамп до минус прыг быстрое прохождение 2 вода баджан да вот у о как круто про это не полная дорожка до полной дорожки проходил 700 джок джок и финиш молодец молодец жалко что связи нашел или нашел но может подумал что она медленнее когда как-то может быть медленнее а ты прыгнуть сразу говоришь про первую любую он не 1 не 2 пилажа больше скорее всего старая среза медленная да вот здесь с лишним прыжком и в дырочку вот вот реально сожалею то что майкер не подумал нормально к нормальных клипах ничего поделать он 7 1 7 0 9 20 0 1790 это минова короче миноша был увидел здесь зал не так уж сложный и здесь очень быстро пройдено офигенно быстро это не знаю рейнфай наверно быстрее должен я хочу посмотреть я хочу посмотреть как он проходил хороший стрейфер наверняка да он скорее полным путем рейнфай проходил уже видишь через и офигенно 27 чай глотну кофе у меня голос вообще как ты все болтаешь болтаешь давай я поболтаю и так рейнфайр 19 7 очень крутое прохождение быстро и хорошее я не знаю будет ли кто-нибудь полной дорожкой быстрее проходить сейчас посмотрим рейн 19 3 предполагаю что медленные срезы потому что напряжать больше сделал и вот здесь это очень мирно проходил да и здесь рейна на это точно да рейна наверно обидно рейнфайру они оба рейна на час раша play 19 1 дождь огонь как огненный дождь а второй просто дождь третью дырку позалетал но получилось финиш 19 2 так дельта наверно даже пропущу проки хорошо 18 8 соли дельта если смотришь напиши соника я не думаю что они кстати знают русский говоришь напиши они такие просто не ну четко все четко но вот эта среза она конечно не занят демки смотришь на не выглядит такой сложный но когда начинаешь пробовать сам становится ясно сразу сколько нюансов сразу там ширина в модельку игрока то есть попасть в эту лимпочку в эту в эту щель очень непросто и не воткнуться там никуда так это у нас гоблин осталось не очень много джемок да давай так у гоблина судя по всему самый быстрый самое быстрое прохождение со второй срезой с медленной получается мин джан много скорости ну как бы еда а вот а вот очень круто 17 5 молодец рви секс гоблин молодец the violence узбекистан фанаты дифрага да узбеки вообще классные я не знаю два прыжка дополнительно делал здесь стрейфом долетел и заскинул я на самом деле так научился с этим с этой срезы прям зачем маппер так клип не закрыл ладно пози fire пози fire rain fire rain что у нас там еще так без дополнительного прыжка и здесь прыжочком срезу сделал молодец там она кстати очень непростая нужно помучиться пока ты с нее сделаешь аурумзловаке play а рука с читами на 10 сек так что мы быстро сейчас наверно дойдет до топа нам не очень интересно посмотреть насколько чисто выполнена у хустоваров это все дело там быстро кстати я это я в своей демке нам учился и воркнулся немножко эффект 11 9 под интересно как он сделал а лишний прыжок поэтому аналин давай жамп прыжок здесь он все пролетается здесь пролетается прыжок циркал и полу почти получился скимить молодец среза тут веса хорошо здесь на пол прыжка больше потерял он уже здесь 780 отлично получилось и сделал или молодец неплохо так сгас 11 6 я даже не знаю может замедлять в некоторых нюансах здесь например сгас делал на прыжок больше поэтому него тайм не очень то есть приходилось ему резко выруливать здесь принципе отлично с джампада сразу зигзагом прошел джампад и стрейфом он вылетает 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 долетит здесь если правильно приземлиться они там резался потом второй раз резался и кое-как на 600 он до стрейфа до финиша до финиша допрыгал я к сожалению свои демки мы увидим то что я не смог нормально оба оба угла заски мить как надо то есть это его женка что-то я же следующая майдан к 11 5 а я смотрю даже не заметил хужесть уже все видим тогда был джамп то есть я здесь сделал я намучился с этой срезой вот минус прыжок после прыжка с кима нужно сразу заворачивайте на ступеньки прыгать ну для стрейферов это легко для меня это прям геморрой вообще вообще дабл джамп джампад здесь очень нужна скорость я кнопкой назад скорость сбросил даже 60 и потом на этой скорости пытался вырулить вот между этими столбами на самом деле очень-очень непросто приземляясь на дальний краешек и пытаемся как можно больше застрейфить скорость попадаем в зону стрейфим по зоне потом по второй зоне вот и здесь я чуть-чуть не долетел до скима получилось я врезался и кое-как запроса финиша то есть к нюансам того прохождения то есть выглядел все быстро вроде хорошо но финиш ему получился вот такой вот кусочками source юса он отличается я думаю все тоже самое только на финише он заскинул два уголка и все ну да уже вниз и дабл джамп прыжок цирк все выруливается стрейф стрейф и здесь он с кимом сразу два уголка застройку за заскидал то есть да медленно даже покажу здесь когда летишь если прям приземлиться куда нужно снимется и левый уголок и правый уголок и сохраняешь скорость прыгай дальше но как-то слишком налево взял из-за этого еще потерял мне кажется суточку 2 наверно драконик 10 и 7 там я посмотрю видишь драконик сразу правой стороны держался а сурс видимо был не уверен в своих скимах поэтому ну да там в зависимости от скорости либо с ким либо ты не заски мило все плохо и к 1 10 и 6 драконик третье место кстати поздравляем или карус второе место поздравляю вот он кстати не кнопкой назад тормозил боковым стрейфом скоро сбрасывал сейчас я даже покажу тоже небольшой нюанс то что здесь можно либо кнопкой назад за затормозить у нее 700 800 потом кнопку и левый он сбрасывает себя до 640 то есть резким выворачиванием и на 690 он начинает стрейфить в красную зону в желтую зону до стрейфил прям до краешка и заски мил раз с ким два с ким и проскочил дальше вот молодец хостовара шамплой топ-1 выравил на 680 и стрейк и финиш фуфов как вы же пролетел с товары красава вообще очень четко пролетела был джам близкий здесь хорошо завернул 780 у него не знаю мне не получается так стрейфить там как-то по зонам нужно правильно проходить дабл джамп здесь он кнопкой назад притормаживал до 715 и потом выворачивал боковыми еще немножко скорость бросил 600 сколько у него здесь 690 почти вот прям в краешек зона попал отлично в краешек 2 зона попал отлично и потом он долетает до приземлился перед вторым и заски мил два два с кима получилось финиш молодец все обзор закончен еще раз наверное покажу браузер вот мой браузер как мы здесь видим вот здесь куча мест куча демок правило еще раз наверное покажу где здесь обзор был полный подожди вот это вот вот sdc 7 раундов победитель определять способ очков семи раундах распределение очков в раунде происходит по формуле скоро макс 20000 минус best time умножить минус player time топ-1 всегда получит 20 очков и кросс оставшие ровно на одну секунду получит 19 тысяч а это там 20 секунд все все это там распределение очков по секундам от топ-1 то есть если топ-1 получил например хвост товара получил 20 тысяч очков да то чтобы 10 20 30 файндирт ничего не получит а вот например минова получит сколько там 205 90 4 до пива получит 10 очков то есть ну только девочки странная система почему по секундам 10 до какой-то странно немножко ну то есть если карта на полторы минуты то отстать на 20 секунд не знаю вроде но если карта на на 5 секунд и карта на полторы минуты то разница в очках мне кажется должна пропорционально карте быть но это ладно это мои личные мнения почему так выбранные не знаю видимо макер так решилась оставим совести разработчиков так садятого компетентами там разбираются чё как сейчас вышла новая карта сдации кей-22 очень хорошая карта с кучей оружие с гранатами сроки там с плазмой с кучей всего с триксами там надо делать 2x надо делать оба и надо надо делать там всякую в общем заморачиваться очень хорошая карта советую поиграть пройти отца отослать динку присылайте динки соблюдайте вот эти конфиг лучших за как перед тем к которой динку чтобы не было проблем с там с чем-нибудь вот все наверно лайк подписка все такое да спасибо интру за запись так сказать а то я не в состоянии пока что вот спасибо всем за просмотр увидимся на следующей неделе до всего хорошего всем удачи всем пока